Получать деньги не только за работу, но и за то, что вы на нее устроились? Легко. Социальный контракт – это мера господдержки, которая поможет улучшить ваше материальное положение и справиться с временными трудностями. О том, кто может воспользоваться этой мерой и как это сделать, расскажу прямо сейчас. Меня зовут Мариам Восконян, это программа «Социальный путеводитель». Здравствуйте. Что же такое социальный контракт? Своеобразное соглашение, которое могут заключить малообеспеченные семьи и одиноко проживающие люди с доходом ниже прожиточного минимума, установленного в регионе. Соцконтракт решает сразу несколько проблем, связанных и с бедностью, и с занятостью, и с выходом людей из трудной жизненной ситуации. А главное, он дает возможность достойно обеспечивать себя самостоятельно на протяжении длительного периода времени. Важно не путать соцконтракт с обычными пособиями. В отличие от выплаты пособий, социальный контракт – это взаимные обязательства органов социальной защиты и гражданина. Он направлен на то, чтобы помочь нуждающимся перейти на самообеспечение, то есть самостоятельно начать зарабатывать и реализовываться. Заключив социальный контракт, вы сможете получить два вида помощи – натуральную и денежную. Приведу пример натуральной помощи. Вы получаете в безвозмездное пользование корову в возрасте от полутора до пяти лет с условием развития личного подсобного хозяйства и повышения благосостояния семьи. Первый приплод в возрасте двух лет нужно передать следующей малоимущей семье. Зато последующие приплоды, а также производимая молочная продукция, остаются в вашем распоряжении. Что касается денежной помощи, то это выплаты, которые вы сможете направить на организацию собственного дела, ведение личного подсобного хозяйства, поиск работы на мероприятия, которые помогут поддержать в трудной жизненной ситуации и на обеспечение пожарной безопасности жилого помещения. За все время действия социального контракта в Бурятии его участниками стали более двух тысяч семей. В 2019 году количество людей, которые преодолели трудную жизненную ситуацию, составило свыше 50%, в 2020 году 40%. А с 2021 года помощь будут предоставлять и средств федерального бюджета. Оттуда выделят 250 миллионов рублей. Планируется охватить государственной социальной помощью более двух тысяч семей. На что же вы можете направить деньги, полученные по социальному контракту? Во-первых, на профессиональное обучение или получение дополнительного профобразования и на поиск работы. Например, если ваш социальный контракт предусматривает трудоустройство, то в первый месяц постановки в службу занятости соглашением предусмотрена выплата. Далее, как только вы найдете работу, сможете получать ежемесячную выплату в аналогичном размере в течение трех месяцев. Выплата равна величине прожиточного минимума для трудоспособного гражданина. Все это плюсом к заработной плате. Во-вторых, на открытие собственного бизнеса. При создании ИП или организации самозанятости можно направить деньги на расходные материалы, закупку оборудования и на аренду помещения, но не более 250 тысяч рублей. При этом вам возместят расходы, связанные с постановкой на учет, в качестве индивидуального предпринимателя или налогоплательщика, налога на профессиональный доход в размере фактически понесенных расходов, но не более 5% от суммы, выделенной гражданину в рамках социального контракта. Третье направление – ведение личного подсобного хозяйства с последующей организацией самозанятости. То есть вам предоставляют единовременную денежную выплату, но не более 100 тысяч рублей на приобретение товаров и продукции, относимой к сельскохозяйственной продукции. Также вам могут оплатить обучение, но не более 30 тысяч рублей за курс. В случае открытия ИП или организации самозанятости необходимо разработать бизнес-план, который вы должны защитить, предоставить комиссии технико-экономическое обоснование и подтвердить регистрацию в налоговой службе в качестве ИП или самозанятого, и только после этого начнутся выплаты. Кроме того, нуждающиеся семьи смогут тратить деньги на преодоление трудной жизненной ситуации, покупку товаров первой необходимости и лекарств, обуви и одежды, а также на лечение, школьные товары и услуги дошкольного и школьного образования. Важно помнить, социальная помощь гражданину предоставляется на реализацию лишь одного направления, а деньги можно потратить только на мероприятия, связанные с выполнением обязательств по социальному контракту. В подтверждении целевого использования денежных средств вы будете обязаны предоставить документы, подтверждающие расходы. Это товарные и кассовые чеки, договоры, купли-продажи и так далее. Чтобы получить социальную помощь, вам потребуется предоставить паспорт, написать заявление в электронной или письменной форме в отделы социальной защиты населения по месту жительства или месту пребывания, и в нем должны быть указаны сведения о составе семьи, доходах и имуществе на праве собственности, а также сведения о получении государственной социальной помощи. Доходы семьи учитываются за три месяца перед обращением. Для заключения социального контракта необходимо обращаться в отделы соцзащиты по месту жительства. В течение 10 календарных дней со дня регистрации заявления совместно с отделом соцзащиты население разрабатывают программу мероприятий по выходу гражданина или семьи из трудной жизненной ситуации. Важно помнить, помощь назначается на срок от 6 месяцев до 1 года, исходя из содержания программы социальной адаптации, которая будет указана в вашем контракте. Если у вас остались вопросы, обращайтесь в отделы социальной защиты по месту жительства или заходите на сайт Минсоцзащиты населения Бурятии. Это была программа «Социальный путеводитель». Знайте свои права и умейте ими пользоваться.